В начале сентября в центре Уфы была запущена новая схема движения. Не сказать, что она вызвала положительные отзывы у населения. Уфимцы сразу обнаружили в ней массу недостатков. Автолюбители жаловались на большие пробки и отсутствие парковочных мест. А пешеходы были возмущены тем, что для пересадки с одного маршрута на другой, чтобы поехать в обратную сторону, нужно пройти пешком целый квартал. Тем не менее, авторы новой схемы по-прежнему уверены, что она приживется. Большинство водителей уже привыкли к новым знаком и ездят не нарушая. Однако и сейчас можно встретить зазевавшегося автолюбителя, который случайно проехал под кирпич. Сегодня мы отправимся на небольшую автоэкскурсию в центр города вместе с ведущим авторадио Иваном Броневым. Честно скажу, один раз уже даже нарушил, поехал по встречке, забыл совсем, но вот в первые дни. И замечание мне тут же сделали. К счастью, обошлось без штрафов и прочих осложнений. Ты в подобных ситуациях, когда тебя тормозят ТПСники, показываешь удостоверение Ивана Броневого? Конечно, у меня есть грамота Ивана Броневого, вот такая формата, ну, как ватман. Я сразу достаю, на лобовое стекло вешаю и как бы сразу вопросы все заканчиваются. Сразу, да, сразу все. Гаишник улыбается, спектр полиции оставляет протокол под дворником и радостно уходит. Самое главное, я считаю, это взаимовежливость на дорогах. То есть, если человеку очень надо, ну, пропусти его. Я тоже поддерживаю себя. От одного автомобиля перед тобой у тебя ничего не изменится. И, может быть, ты опоздаешь туда, где тебе быть не надо. Опоздаешь на встречу с каким-нибудь другим автомобилем. Мне это всегда приятно. Я тебя пропускают. Ты скажи, только честно скажи, аварийкой блокнотируешь. Всегда, иногда она у меня заедает. И я, получается, слишком много благодарю. Да, слишком долго благодарю. Еду и благодарю. Вот так приятно. Да и вообще тоже, когда сам пропускаешь, всегда ждешь, когда помигают аварийки. Ну, какое-то удовольствие есть твое особое. Вот сейчас мы едем по отремонтированному участку улицы Мустая Карима. Дорога ровная, асфальт свежий. Разметку пока еще не нанесли. Показано, что одностороннее движение закончено. И вот здесь двустороннее. То есть, все-таки, да, вот этот участок все-таки он двусторонний по улице Кирова. Да, тут приятно. Да. А вот сейчас тоже вот мы видим десятка пытается проехать по встречке. Человек, видимо, просто забыл. И сейчас, если там притаился инспектор, то вероятнее всего его могут лишить прав. Нет, десятка ты сейчас поворачиваешь. Туда, а это же улица односторонняя, и уже все, получается, закончилось. И снова началось, получается. Вот сейчас одностороннее движение. Серьезно? Да. Вот в этом такая заморочка. Вот мы смотрим. Вот это одностороннее движение. И непонятно совершенно, вот если оно закончилось, да, ты прав, до Дворца профсоюзов, то где началось оно, да, снова. А задачные отсутствием знака, мы решили вернуться и проехать этот участок еще раз. Вот сейчас у нас одностороннее, идет знак одностороннее движение. Мы его видим. Это перекресток с улицы Достоевского. Ну, стая Карима Достоевского. Сейчас мы поехали. Едем дальше по Мустая. Да, проезжаем дома. Так, здесь у нас никаких знаков нет. И вот перед этим перекрестком есть знак о том, что одностороннее движение дорог заканчивается. Они нам уступают, да. Все хорошо. Здесь пешеходный переход, перекресток. Знак действует до перекрестка, по логике тогда, если нет других знаков. Вот. Нет, здесь тоже, здесь подойдем еще двухстороннее. Тоже двустороннее. И вот, вот, вот. Он далеко-далеко есть. Этот знак одностороннее движение, но это, по-моему, крайне неудобно его увидеть, но практически невозможно. Ну, очень сложно. Вот со второго раза только, когда специально уже ищешь его, находишь, он утоплен в припаркованных автомобилях. Конечно, такой знак увидишь не сразу. Но благе человек, его не заметивший, ничем не рискует. Он просто останется на своей полосе движения и не воспользуется второй разрешенной полосой. Масса людей, которые не соблюдают правила дорожного движения, ну, как бы все мы не соблюдаем в определенный момент. Есть злостные, есть незлостные нарушители. Есть люди, которые недавно сели за руль и, то есть, плохо ориентируются. Не хочу сказать, что девушки водят хуже мужчин, они водят по-другому. Ну, просто по-другому. На самом деле, у них аварии. По другим правилам, понятно. Ну, у них... По другим правилам никаких правил. Нет, даже не совсем так. Но правила у них свои есть, конечно. Да, они плохо понимают, как машина движется вообще в пространстве. Но по факту, по статистике, аварий у них намного меньше, чем у мужчин. Почему? Потому что мужчины хорошо понимают, как она движется. И не очень успевают реагировать или не успевают представить, как она будет тормозить поток. Еще одна проблема, которую трудно не заметить в центре, это недостаток мест для парковки. Во-первых, это улица Ленина, где некоторые паркуются во второй ряд, закрывая выезд первым. Вообще, живу в центре. Я по всем улицам уже успел покататься. Утром, когда еще буквально неделю назад Социалистическая была закрыта, на участке от Достоевского до улицы Кирова, проехать по Карла Маркса от Революционной до улицы Коммунистической практически невозможно было. Вечные пробки и очень сложно передвигаться было. Сейчас Социалистическую открыли, ныне Мустая Карима, но ненормально проезжаешь. По Ленина движение свободное, хорошее всегда, но в одну сторону. Вечером особенно приятно, когда машин припаркованных, вот как сейчас, нет. Едешь, широченная улица, наслаждаешься ездой по старому городу. Но я боюсь, что в ближайшее время, вот как уже видно, собственно говоря, вот было чуть-чуть раньше, машины паркуют неаккуратно, и проезжая часть снова сокращается совсем маленькой, скоро опять станет. Буквально только что мы ехали от Пушкина до улицы Октябрьской революции, и там машины стоят не вдоль бордюра, как положено, а по диагонали. Таким образом, общая проезжая часть до двух полос сокращена. Ну, то естественно уже. Далее идет улица Мустая-Карима. Проблемы с парковкой, да, можно в саму галерею, конечно, заехать, там есть подземная парковка, но здесь и с движением. Вот ввиду того, что постоянно паркуются автомобили, все время движение затруднено. Паркуются, выезжают с парковочных мест, и всегда здесь мы вот теряем время. Не сказать, что здесь серьезный затор, но деетофора 3 пропустим. Парковка в галереи, она, кстати, стала совсем неудобной. Почему? Потому что въезд Чернышевского. Отсюда на Чернышевского уже не повернешь. Объезжать через Ленина – это огромный крюк. А если едешь со стороны революционной, то непонятно, как быть, что делать. Также большие трудности при парковке наблюдаются в районе бизнес-центра «Капитал». Бизнес-центр «Капитал» мы видим. Вот этот участок, он всегда, и до того, как изменили схему движения в центре города, всегда очень проблематичный. Некуда поставить автомобиль. Потому что парковка у этого бизнес-центра никакая, ее просто нет в принципе. Там буквально на очень ограниченное количество автомобилей. А офисов там нескончаемое количество. Соответственно, машины ставить некуда. Люди уже даже во дворы этих домов заталкивают свои автомобили. И все равно, прямо сейчас видим, все в машинах просто заставлено. Вот даже кто-то на второй ряд опять влазит. Ну вот, да, перекрывает сразу два автомобиля. И заехать-то некуда на самом деле. Ну вот просто некуда здесь даже никак поставить автомобиль. А вот здесь нельзя оставить. Здесь административное здание. И парковка, естественно, запрещена. А вот тоже второй ряд, опять же. Но это нормально для этого участка. Это прям стабильно. Выезжаем на одностороннее движение по улице Достоевского. И сталкиваемся с той же проблемой. Весь тротуар, причем людям действительно вот сейчас негде идти. Потому что весь тротуар просто заставлен автомобилями. Непонятно, как оно лучше. По идее, на тротуар ставить машину нельзя. А с другой стороны, если ты ее поставишь вот сюда, сюда тоже нельзя, но в принципе на проезжую часть, то ты перегородишь всем дорогу. И движение по Достоевскому будет от Аксакова до Карла Маркса вообще в одну полосу. И все встанет. Ничего удивительного. Мы живем в развивающемся мегаполисе. Машин на наших дорогах становится больше не то, чтобы с каждым годом. С каждым месяцем. Поэтому проблема парковок в Уфе только начинает раскрываться. А вот, например, в Москве она уже давно актуальна. Причем настолько, что паркующиеся автовладельцы переходят все дозволенные рамки. Настолько, что это зародило целое молодежное сопротивление. Оно называется «наши» и борется с неправильной парковкой. При этом наклеивая на лобовое стекло, не то чтобы наклейку, а целые плакаты с надписью «Плевать на всех, паркуюсь как хочу». Конечно, не все водители доброжелательно относятся к этой затее. Интернет уже облетело самое горячее видео. Ну, к сожалению, реально мешает. Смотрите, куда у вас пробка образуется. Я буду выложен на перегон, на перегон, на полное стекло. Давай попробуем. Вот пыль, да? Тихо, 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 тихо. Азади, азади. Ствол, ствол забирай. Документы посмотрим. Хорошо, машину наберет. Это ездит по нанесению травм? Нет. Нет, да? На плене, на пеке, я серьезно говорю. А потом, что я сделаю, ты думаешь? Ну, что вы сделаете? А ты увидишь, что потом. Берите камеры, пока натурите камеры. Просто перебор... Машину. Я тебе говорю, я на работе, что не понимаю? Отвечай. Отвечай. Не стоите, мешайте проезду. Да, вы уезжаете. Мы не добавляем, мы серьезно с вами говорим. Именно так ребята пытаются привлечь внимание к этой яркой проблеме. Конечно, с одной стороны, можно понять и водителей. Ну, куда же им поставить машину, если ставить ее просто некуда? Так вот, совсем не за горами, что и в нашем городе появится такое молодежное движение под названием «Наше». А пока же мы можем развивать друг друге культуру парковки. И если ты поставил машину так, что закрыл выезд, например, можно оставить свою визитку или листочек с номером телефона, на который при необходимости обязательно позвонят. Причем такая практика уже активно работает в других городах нашей страны. Будем надеяться, что и у нас она тоже приживется. В завершение нашей автоэкскурсии Иван рассказал реальный случай из жизни, когда его закрыла другая машина. Торопился на эфир, тогда работал на другой радиостанции, в телецентре. Вечером припаркался во дворе, обычно, дома, хрущевка. Девятка у меня была, сугроб. И сзади меня поджала другая девятка. А я выхожу, ну, как всегда, там, впритык по времени и не могу никак выехать. Пинал по колесам, шатал эту машину. Ну, никаких действий. Ну, а мне ехать надо, вариантов никаких нет. Время очень позднее, я работал в ночных эфирах. Такси только заказывать. Но я уже не успею тогда, потому что пока она приедет, пока я вообще до дороги дойду из этого двора, пройдет масса времени. И кто-то пошутил с балкона, говорит, подвинь ее. А у меня машина была с фаркопом. Ну, штучка такая, чтобы прицеп цеплять. И как-то так получилось. Я вспомнил свое спортивное прошлое. Я действительно развернул автомобиль свой на 90 градусов. Из такого положения. Сам. Сам, да. Ну, естественно, не поднимая, я просто тянул на себя. Шипованная резина там на ручнике. Ну, все, развернулась потихонечку, рывками. И уехал. Потом надо было ту девятку развернуть, чтобы она дорогу окончательно перегородила. И кто-нибудь потом, у кого времени побольше, наказал бы такого автолюбителя. Так наша экскурсия подошла к концу. Дружите со спортом. И тогда вам не помешают парковщики-нарушители. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok